За рубежом Украины Паника Уже образовались километровые очереди испуганных граждан Украины, которые штурмуют посольство Вы хотя бы сохраните то, что есть И то уже не удастся А Крым, там лучше не мечтать Ты им говоришь, а ты знаешь, что Россия уже на войну с Украиной около 200 миллиардов долларов потратила Вместо того, чтобы за эти деньги построить какие-то больницы Или какие-то реформы сделать, чтобы людям лучше жилось Они говорят, а у вас Байден спотикается И страна видит боль людей и пытается помочь Домбоагрессия, слушай, домбоагрессия Если я буду на вас всегда реагировать, знаете, то я, наверное, буду... Меня будет тошнить через каждый метр от вашего вида Привіт, друзья, меня зовут Олена Курбанова И вы на моем ютуб-каналі Курбанова Лайф А это сижий выпуск російської антипропаганды, їхнюю кринжатину Всего того, что в них відбувається як в житті, так и в социальных мережах Будем порівнювати, як живе російське телебачення И что насправдя відчуває глибинный россиянин Ви ж на старті не забывайте, для нас украй важливо поширювати всю зібрану інформацію Тож, від нас гарний контент, від вас лайк И, конечно, не забывайте подписываться на ютуб-канал Курбанова Лайф Чим больше нас, тем гучніше лунатиме голос правди Вот факел Сбрасывает все свои фекалии Вот Сбрасывает все свои фекалии Как раз в этот зайчий овраг Одни себя спасают, элиты А те, кто просто пролетариат Те пусть захлебываются их фекалиями Отправлю в прокуратуру Вот это видео Если мы сами себя не защитим Нас не защитит никто Ни администрации поселка, которые все это поддерживают Ни правительству нашему Всем на нас наплевать Все кормят только обещаниями Вот Все это идет в овраг Который и мы будем захлебываться Ну вылази уже Че ты там сидишь Давай выходи Ты дамбу сгриз, падла Ты Вон дорогу еще разфигарил Дамба гриз Суслик, дамба гриз Велази, говорю Поверьте мне, друзья Наслово, когда-нибудь Російську пропаганду назвуть Резновидом психологических хвороб Бо здорові люди просто не могли б Такого вигадувати, такого писати Такого говорити І таке публікувати Перекрутити істину Ось, власне, їхній хліб Ані слова правди Ані слова того, що насправді відбувається Як в Україні, так і в самій Російській Федерації Ми ж дивимось на них винятково Із наукової точки зору Ну, якщо є ті, хто вивчають комах То чому би не бути І тим, хто вивчає російську пропаганду Як і завжди, ми пропонуємо вам Зануритись в те, що вони найактивніше Обговорюють на своїх пропагандистських ток-шоу Безпрецедентна история метеонаблюдения Апокалиптическая по своєй природі явление Это страшная там Развезлисть хляби небесные Потоп жуткий Люди страдают Более 11 метров превышение Уровень воды 11 метр Более чем на 2 метра превышение Всех ожидаемых І страна Видит боль людей і пытається помочь Це дуже важливо, звісно, ніхто не пытається їх забыть І це, звісно, важливо І тим займаються і регіональні власи, і МЧС, і федеральні власи Тому тут відправляють Але це не значить, що ми повинні Все передачи говорити Ісключительно і тільки об цьому Тому що це дуже важливий фонд сьогоднішнього дня Тому наші колеги-новостяки все время дають Репортажи, що происходит, як помочь Але коли ми говоримо о передачах аналитических Ми не можем не піднімати і серйозніші пласты І изменения, які касаються Скажем так, епохальних событий Тому, конечно, ми не на секунду не забываем о пострадавших І понимаємо, наскільки їм тяжело І наскільки важливо, що государство рядом Але в тому же время 24 на 7 Ми должны следити і за ситуацією, яка влияє на життя Каждого із нас і на человечество в цьому Але не волнуйтесь, ми всі чувствуємо вашу боль Штурмові подразделення на мотоциклах готовиться к выезду То есть сейчас любая техника используется для того, чтобы мобильно, быстро передвигаться Штурмовики специально тренировались вести огонь на ходу Правая рука на руле, в левый автомат Мотоцикл – це одно із тактических превосходств То есть ты тактически обходишся, быстрее маневрений Продвигаєшся к окопу Стреляєш в этот момент с мотоцикла То есть много можно сделать на нём, чому не сделать пешком Враг не ожидает действия То, что ты на мотоцикле Вот група мчится к вражеским позициям Через изрытые воронками поля Крупную технику враг обнаружит быстрее Подключит артиллерию Пешком слишком долго Мотоцикл – оптимально Проносится через всю серую зону И штурмовики уже в окопах противника 11 апреля Зеленский подписал Чудовищный С точки зрения Людей на Украине Бесчеловечный закон о ужесточении и мобилизации Который Уничтожает права украинцев Все военнообязаны Вне зависимости от того Находятся они в стране Или находятся они за её пределами Должны в двухмесячный срок То есть до середины июля Обновить в бывших военкоматах А ныне территориальных центрах Комплектования Свои персональные данные Это коснётся огромного числа людей Которые явно не станут добровольно Записываться в ряды ВСУ Для гарантированной Не то, что отправки на фронт Гарантированной гибели Их же на верную смерть Зеленский отправляет Это же понимают все Это понимают даже его ближайшие сторонники Те, кто с ним заодно Даже они это уже признают В этом самом законе Предсказуемо не установлены сроки Демобилизации военнослужащих Кроме того, он открывает путь для призыва Даже инвалидов Украинцам грозят штрафы За его неисполнение вплоть до лишения прав На управление автомобилем И насильственного привода нарушителей В территориальные центры комплектования За рубежом Украины Паника Уже образовались километровые очереди Испуганных граждан Украины Которые штурмуют посольство Чтобы успеть до вступления закона в силу 16 мая Обновить свои паспорта И не возвращаться на территорию Украины После этой даты Может быть отказано В оказании консульских услуг Это Такую судьбу Соединенные Штаты Америки Готовили для Украины Когда совершали Своими руками За свои деньги Государственный Антиконституционный переворот Тогда на Майдане В 2014 году Это Демократия на Украине По-американски Это Свобода И Права человека С уверенностью можно сказать Что Этот самый страшный Дикий Чудовищный Мобилизационный закон Будет способствовать Увеличению Без того Зашкаливающей Коррупции На Украине Еще больше расколет общество Но едва ли поможет Режиму Зеленского С выполнением рядов ВСУ Уже сейчас Можно воочию Видеть Так называемые Демократические Так называемые Законные методы Рекрутирования Украинцев ВСУ В сильных ветрах Вот У нас Прямо Они Разлетаются Куски шифера То есть Я их собираю По огороду При Дожде Тайне Снегу У нас Она прям Бежит И сильно По оценкам Экспертов Министерства Соцзащиты Края Сделавших доскональное исследование дома Ремонт крыши Обойдется в 350 тысяч рублей В районном бюджете На эти цели Денег нет В рамках своих полномочий И Руководствуясь Различными Законодательными нормами В том числе Бюджетным кодексом 131 Федеральным законом Естественно Всем понятно Что Тратить бюджетные средства На ремонт Помещения Которые находятся В частной собственности Естественно Мы не имеем права Прав на капитальный ремонт Дома за счет государства По существующему ныне Закона у нее нет Проведя визуальный осмотр дома Они вынесли вердикт Ремонта крыши Дом не выдержит И рухнет на головы жильцов За что ответственность На себя брать отказались Кстати Официальных документов Подтверждающих Что дом в аварийном состоянии Женщине так и не предоставили Сама же хозяйка дома Верить в то Что ее дом Не подлежит ремонту Отказывается Выход из этой ситуации У нее есть Можно заказать Независимую экспертизу За свой счет Я никогда Ни у кого ничего Не просила Нам ничего не надо было Мы были так счастливы Нам все хватало Ну раз сложилась Такая вот ситуация Я не пойму Почему такое отношение Просто почему Когда президент говорит одно Что вы обращаетесь За своими вопросами Проблемами Мы вам поможем На днях в зону Специальной военной операции Отправляется ее младший И последний сын Особисто я задоволена Что в Росії Фактично ледь не законом Але заборонено Використовувати социальні мережі Росіян набагато менше стало В наших тиктоках Инстаграмах Ну и звісно в фейсбуці Так вони все ще використовують Віпіени И деколи можно Натрапити на их відео Но насправді Для подготовки наших випусков Нам все ж таки доводиться Проводити ретельнейшую работу Одним словом Від чого нас захищає Цей барьер заборони Від того Як насправді вони живут Что они насправді обговорюють И что в их стину В них відбувається В их глибинках В их великих містах В их оселях И, наверное, в их головах Как завжди Найлюбленіше Те, что мы Відшукали Як ті инспектори В их социальных мережах Ми покажемо далі Здравствуйте 17 апреля 23.00 Була ракетна опаснасть Дом Гупина 16В Пытался спрятатися В укрытие Вот укрытие Укрытие Пожалуйста Закрыто Войти не смог Пришлось отсидеться Возле укрытия Этому освободителю Повезло Больше Он не на улице Он в подвале Ночует Участник Участник Слово Ну, в их не бросаем Говорите Да? Участник Слово За Россию За Путина За Победу Боже, ну вот вы реально Как стадо Причем у вас у всех Один ответ на все Абсолютно вопросы Общаюсь с русскими В четру летки Они меня спрашивают Ну, че там Как у вас в Америке И в Европе Без нашего газа Сядут два пацана в куртках Спрашивают, че пацаны В куртках сидите Они говорят Да, печку не хотим топить Весна, в принципе, уже нормально Днем тепло Только вечерами прохладно То есть они в своей стране У себя сидят без газа А спрашивают Как у нас тут без газа Ты им говоришь А ты знаешь, что Россия Уже на войну с Украиной Около 200 миллиардов долларов Потратил Вместо того, чтобы за эти деньги Построить какие-то больницы Или какие-то реформы сделать Чтобы людям лучше жилось Они говорят А у вас Байден спотыкается Общаюсь в четру летки С женщиной Которая сама воспитывает Двух дочек Она работает кассиром В супермаркете У нее зарплата 17 тысяч рублей И говорит, чтобы сводить дочек В кинотеатр На какой-то там мультик Эльзу там Или что-то типа такого Она занимала денег у знакомых Я говорю Ну, как так можно жить? Она говорит А у вас бомжи Ты им говоришь У вас пенсионеры По клумбам Адуванчики собирают И делают из них салаты Чтобы хоть как-то себя прокормить Потому что денег нет А они говорят Конец американскому доллару Конец Америке Конец экономике Ты им говоришь Вы знаете, что вы вообще Всем американским пользуетесь Там Apple, Microsoft Windows, XP и так далее И даже то, что русское было Уже из России уехало А они говорят Нас ждет мировое господство И покорение солнечной системы Ну что вообще просто за бред? Вы понимаете Вы на первом месте По смертности от онкологии То есть вы даже нормально Рак не можете лечить Когда во всем цивилизованном мире Это уже даже болезнью не считается А выбрать какое-то мировое господство Как срубить денег ни на чем Украинская группа антитела Продает онлайн свои билеты А концерт должен пройти в Крыму 23 августа 24 года В 20.00 И значит они покупают эти билеты Стоят они 900 гривен И якобы Девушка пишет Поедем Или не поедем Да не поедете И не мечтайте 900 гривен так Подарили просто кому-то Это же насколько Маразм крепчает То, что сейчас происходит Они О каком-то Крыме думают Ну вы хотя бы Сохраните то, что есть И то уже не удастся А Крым Там лучше не мечтать Некоторые крупные издания И в том числе Не только издания Но и федеральные политики Сейчас на этой ситуации На нашей пытаются Набрать себе рейтингов Просмотров Некоторые переворачивают факты В свою пользу Пытаются как-то на этом деле Выехать Мы считаем, что это Совершенно неправильно Потому что Событие уже произошло И сейчас Можно только Подводить итоги А не пытаться Накручивать Что-то В свою пользу Мы здесь на самом деле Очень сплоченные И объединенные Как бы Не только Я считаю Нашим поселком Также общаемся С другими поселениями Которые рядом Многие нас поддерживают Я считаю Все-таки Мы одна большая семья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Здравствуйте Здравствуй Обманный россиянин Город Вытикара 10 тысяч жителей На минуточку Вот Такие шикарные Тротуары Деревянные Америка Европа С асфальтом Пускай умоются Красотище Пожалуйста Налево Так вот Красивые дороги Частный сектор И здесь То же самое Как вам такое? Такое Практически идеально Ну во всяком случае Лучше чем Швеция Которая в НАТО Вступила Месяц назад Слушайте Вопрос у меня возник на повестке дня Почему на мою внешность Негативно реагируют Исключительно Только Мерзкие Страшные Какие-то тетки Обрюзшие Одетые В какую-то Мешковатую Отвратительную Дешевую Одежду Мне знаете Аж обидно Если честно Хожу и думаю Мне кажется Таких страшных Хейтеров Как у меня Мне кажется Ну ни у кого нет Ой Не знаю За что мне это Человеку Который Я считаю себя Красиво Не только внутри Но и Снаружи Но чего и вам Искренне желаю Полюбить себя Настолько Чтобы вам Не было Никакого дела До моей Внешности До моих губ До моей жизни Идет только что Одно там Недоразумение Вот эта рубашка Байкала Вот эта мерзкая Знаете Такая Клечатая Я их Терпеть не могу Кто их придумал Это же Называется Хочешь себя изуродовать Надень вот эту Уродскую рубашку Жарко Люди в футболках Слушайте Я иду в ветровке И в майке Умираю от жары Она значит Наперла на себя Вот эту байковую Рубашку Еще поднесла Наверное Еще Комбинации Наверное Еще что там Я не знаю Что она там носит Вот И значит Идет И глаза Закатывает При виде меня Но если я буду На вас всегда Реагировать Знаете То я наверное Буду Меня будет тошнить Через каждый метр От вашего вида Я еще Подчеркну Мужики На меня Нормально Реагируют Абсолютно Уступают Дорогу Улыбаются Знакомятся Ну что ж вы Такие Страхолюдины Что ж я вам Покоя не даю Ну еще Подчеркну Зараза Почему У меня Самый страшный Хейт Видно Да И на самом кінець Едине Что мне лишается Друзья Вам нагадать Это Чтобы вы В айфуре И гарном настрою Не забули После всех Пекельных Ворошен Звісно Лишите нам Подобайку Только таким образом Мы сможем Розповсюдить Увесь Зібраний Контент Ну и Звісно Підписывайтесь Обовязково Підписывайтесь На YouTube Канал Курбанова Лайф Кажут Что нашим Підписникам Особливо Щастить Бережите Себе Бережите Украину До зустрічі Продолжение следует Продолжение следует...